Айгуль Стамбекова Отчитался. Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, куда были потрачены более 114 миллиардов тенге, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Карантин не соблюдается. Всего за один день специальная мониторинговая группа выявила порядка 30 нарушений санитарно-эпидемиологических норм. И это только в областном центре. Следи за собой, будь осторожен. С начала нынешнего лета в водоемах Алматинской области утонуло 5 человек. Сотрудники регионального департамента по чрезвычайным ситуациям призывают граждан купаться в специально отведенных для этого местах. Светлая память. Сегодня на 67 году ушла из жизни железная леди края ЖТСУ, почетный гражданин Алматинской области Гульджиан Магдановна Сулейменова. Уроженка Павлодарской области провела 50 лет своей жизни в Алматинской области. Гульджиан Сулейменова – выпускница женского педагогического университета имени Абая. Трудовой путь начала в средней школе Курдского района. Занимала различные государственные должности. С 1997 по 2008 годы была заместителем Акима города Текилий, Каратальского и Панфиловского районов. После до выхода на заслуженный отдых была руководителем управления внутренней политики Алматинской области. За любовь к своему делу и самоотверженный труд удостоилась ряда государственных наград. Искренние слава соболезнований выразили множество неравнодушных жителей региона и государственные деятели. Родных и близких поддержал и Аким Алматинской области Амандук Баталов. Сегодня для нас траурный день. Ушла из жизни Сулейменова Гульджиан Магдановна. За свою жизнь она успела внести колоссальный вклад в развитие края ЖТСУ. Отличалась благородным характером и неравнодушием к проблемам общества. Совмещала в себе исключительную мудрость и трудолюбие, что приносило плоды в общее дело. Гульджиан Сулейменова была примером для подрастающего поколения. После выхода на пенсию была главным редактором республиканской газеты «Касипкер», тем самым активно участвуя в жизни народа. Выражаю глубокую скорбь в связи с такой утратой ее родным и близким. В нашей памяти Гульджиан Сулейменова останется ярким патриотом, хорошим и добрым человеком. Медперсоналу, контактирующемуся с пациентами с коронавирусной инфекцией, выплачивается надбавка к заработной плате. Врачам, которые работают с бессимптомными пациентами по коронавирусной инфекции, надбавок не предусмотрено, потому что считается, что у них не особо заразные пациенты, и по алгоритму лечения к данным пациентам не нужно ходить. То есть не нужно идти в очаг, а не только консультироваться по телефону, заявила заместитель министра здравоохранения Казахстана Ажар Гениад. На борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено 114 млрд 826 млн тенге. Из них 40 млрд 58 млн тенге перечислено из государственных резервов. Эти и другие темы обсуждались во время брифинга по актуальным вопросам борьбы с коронавирусом. Число больных коронавирусом в стране достигло 49 683 человек. В дополнение к КВИ у заболевших развивается пневмония. Нас часто спрашивают о статистике пневмонии. На сегодняшний день в стационарах по стране проходят лечение 28 тысяч пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус, но с пневмонией. Состояние 98,9% больных оценивается как средняя тяжесть. Из них 330 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, в стационарах лечится более 4 тысяч человек с отрицательным результатом ПЦР-теста по КВИ с диагнозом ОРВИ. Тем временем в Казахстане задерживают спекулянтов, продающих лекарственные средства по завышенным ценам. Факты незаконной продажи лекарств выявлены в Нурсултане, Алматы, Шимкенте, Акмолинской, Тераусской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Казалардинской, Павлодарской и Туркестанской областях. Всего за 6 июля в полицию доставлено 46 человек, у которых было изъято 20 884 упаковки лекарственных средств, в том числе глюкозы и ферсинол по 2600 упаковок, ацетилсалициловая кислота 2200 упаковок, парцетамол 654 упаковки, цевтереаксон 1800 ампул и так далее. То есть практически защитные маски и все остальное у нас выявляется в регионах, и мы видим спекулятивные продажи, и это же создает ажиотаж на рынке. Очень важно, чтобы наши граждане сейчас стали социально активными и поддерживали нас в социальных сетях. Самое главное, они выражают недовольство тем людям, которые перепродают эти лекарственные средства, пользуясь тем, что наши граждане оказались в таких условиях. Эта работа будет проводиться, добавил министр. Евгения Присяжная, Ринат Утеев, телеканал ЖТСУ. Искусственный дефицит лекарственных препаратов создался в аптечных сетях, в связи с чем было решено провести специальные рейды. Все изъятые медпрепараты в условиях острой нехватки медикаментов будут переданы в органы здравоохранения для нужд населения. Комитетом по финансовому мониторингу в рамках рейдовых мероприятий отрабатываются все точки продажи лекарств, проводится анализ социальных сетей, интернет-площадок, а также отрабатываются обращения граждан. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сообщил руководитель управления Службой экономических расследований Иркеблан Асамбаев. По словам спикера, за 5-6 июля выявлено 18 правонарушений в 11 регионах страны. По итогам изято 182 тысяч упаковок различных лекарственных средств, ориентировочной стоимостью свыше 727 миллионов тенге. По данным фактам зарегистрировано 4 уголовного дела. Три материала направлены в упономоченные органы для привлечения к административной ответственности. По 11 материалам будут предприняты соответствующие решения. Все изъятые медпрепараты в условиях острой нехватки медикаментов нами планируется передать в органы здравоохранения для дальнейшего использования для нужд населения и медучреждений. Такая практика у нас уже имеется, когда в марте-апреле этого года нами было передано в органы здравоохранения порядка 9,4 миллиона масок, 65 тысяч литров антисептика, 102 тысячи литров спирта, ну и 89 тысяч бутылок изъятого ранее алкоголя. В ходе этой работы устанавливаются недобросовестные работники аптек и отдельные граждане, которые в период карантина воспользовались повышенным спросом населения на лекарственные средства для лечения больных от вирусных заболеваний. По 17 таким фактам проводится досудебное расследование по ст. 274 Уголовного кодекса «Незаконное предпринимательство». По 30 фактам нарушители привлекаются к административной ответственности. 8 по ст. 424 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность». 2 по ст. 426 «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств». И 20 по ст. 463 «Занятие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации, разрешений и уведомления». Продолжаем выпуск. Жители края ЖТСУ не придерживаются рекомендованных карантинных мер. Порядка 30 различных нарушений выявляет ежедневно только мониторинговая группа Талдыкургана. Проверки проводятся на всех работающих объектах. На первый раз делаются предупреждения. При повторном будут штрафовать, говорят ответственные лица. В основном несоблюдение правил касалось введения деятельности без перчаток, масок или с отсутствием санитайзеров. Подобные рейды рабочая группа проводит постоянно. Проверяются торговые дома, открытые рынки, пункты общественного питания и т.д. С 5 июля в Казахстане идет усиление режима карантина. Поэтому и контроль будет жестким, заверяют ответственные лица. Для того, чтобы уменьшить волну распространения коронавируса, мы держим на постоянном контроле требуемые санитарные нормы. Нужна также высокая социальная ответственность самих граждан. Только общими усилиями сможем достичь поставленных целей. Проверяются абсолютно все объекты областного центра, которые ведут свою деятельность. Работы в этом направлении будут продолжены. Под контролем реализация государственной программы «Дорожная карта занятости» находится под постоянным вниманием ведущей партии страны Нур-Отан. Так, мониторинговая группа из числа партийцев, общественных деятелей и других заинтересованных лиц проверили объекты, относящиеся к ДКЗ в городе Капшигай. Как мы сообщали ранее, всего здесь реализуется 19 проектов на общую сумму 1,7 млрд тенге, благодаря чему создается 288 рабочих мест. Проводятся работы по благоустройству, проведению голубого топлива, строительство и реконструкция социальных объектов. В ходе проверки комиссии даны соответствующие поручения ответственным лицам. «Дорожная карта занятости сильно помогает поддерживать социально-экономическую составляющую страны. Мы проверяем реализацию данной программы на всей территории области. В Капшигай работа идет согласно графику. Срывов не должно быть. Работы ведутся полным ходом и очень качественно». Ради безопасности. Строительство наземного пешеходного перехода через железную дорогу на станции Шамалган в Алматинской области подходит к завершению. Для этих целей из республиканского бюджета выделено порядка 500 млн тенге. Возведение пешеходного моста подойдет к концу в третьей декаде июля текущего года. Напомним, вечером 15 сентября прошлого года в Карасайском районе поезд столкнулся с автобусом, стоявшим на рельсах на станции Шамалган. Водитель автобуса погиб на месте. Женщина и двое детей с различными травмами были доставлены в больницу. После трагедии было принято решение о строительстве пешеходного моста через железную дорогу на станции Шамалган. А для переноса транспортного потока запланировано возведение путепровода в отдалении от населенного пункта. В настоящее время через железнодорожные пути на станции Шамалган ежедневно проезжает свыше 25 тысяч единиц автотранспорта и проходит порядка 100 поездов. Будет строиться ободная дорога где-то протяженности около 6 километров. Из них 5 километров проходит через наш Карасайский район на территории, а остальные там через Ильицкий район. В данный момент республиканский бюджет выделен на деньги. Комитет автомобильных дорог, заказчик. Полным ходом идет строительство, но ожидаем вообще завершения к концу этого года. К другим темам. Владельцам автомобилей с государственным регистрационным номером Республики Армения не придется платить большие деньги для того, чтобы их узаконить. Легализовать железных коней в Казахстане можно всего за 12 тысяч тенге. Успеть поставить на учет и получить государственные номера следует до 1 сентября. Более подробно о регистрации авто расскажет Алексей Цой. Жанебек Укасов еще в прошлом году привез автомобиль из Армении. Машина, как положено, была оформлена на него, но с армянским учетом. Новость о том, что теперь железного коня можно оформить без высоких уплат, автовладельца порадовала. И мужчина тут же обратился за услугой в автоцон. Когда я услышал, что можно оформить авто всего за 12 тысяч тенге, я сразу приехал в Цон. Зарегистрировал автомобиль. Времени это много не занимает. Всего за час я получил желтые номера. Регистрация автомобилей, привезенных из Республики Армения, началась 1 июня. За это время автотокруганский автоцон на учет стали более 100 автовладельцев. Специалисты настоятельно рекомендуют и даже призывают быстрее зарегистрировать транспорт, привезенный из-за рубежа. Наша работа длится будет до 1 сентября 2020 года. Так что всех призываем, кто вот привез с Республики Армении, зарегистрировали свои автомашины и спокойно ездить. На временный учет поставить, только на себя. Потом его перепродать. То есть снимать с учета, на другого ставить, это запрещается. Для того, чтобы поставить на учет автомобиль, привезенный из Армении и получить желтые государственные номера, требуется три документа. Это техпаспорт транспортного средства, перевод данного документа через нотариус и удостоверение личности. Напомню, сумма регистрации авто 12 тысяч тенге. И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Алексей Цуэй, Сейдюсинбек, телеканал ЖТСУ. Губит людей вода. С начала лета в водоемах Алматинской области утонули 5 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших снизилось почти в два раза. Об этом на брифинге сообщили представители регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. Улучшение статистики сотрудники ДЧС связывает с систематическим проведением профилактических мероприятий и регулярных бесед с населением. С начала купального сезона спасателями совместно с полицейскими и волонтерами проведено 445 патрулирований и рейдов. В ходе них роздано порядка 8 тысяч информационных памяток, буклетов и листовок. Стоит отметить, что с начала года сотрудниками областного департамента по чрезвычайным ситуациям спасены 19 человек, терпящих бедствие на воде. Большинство таких фактов зарегистрировано на Капчегайском водохранилище. В Алматинской области имеется 600 открытых водоемов. Это у них 6 озер, 436 рек и 77 водохранилищ, 117 прудов. На данный момент Акиматом Алматинской области официально определено 84 пляжей, которые закреплены законтретными организациями и лицами. Это коммунальные пляжи, в основном на Капчегайском водохранилище, озеро Алакуль, озеро Балхаш и город Алдукурган. На данных пляжах функционируют спасательные медицинские посты. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям и гостям нашей области. Во время купания не теряйте друг друга из виду, не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения. Не оставляйте, находясь у воды, детей без присмотра. Не подплывайте близко идущим катерам, лодкам. Не купайтесь слишком долго, возможно, переохлаждение и усталость. Не купайтесь в ночное время и не в трезвом состоянии. Информация о том, что у премьер-министра Оскара Мамина диагностирован коронавирус, размещенного в некоторых телеграм-каналах, является фейком. Об этом сообщает пресс-служба главы Кабмина. В настоящее время премьер-министр Казахстана работает согласно своего графика и ведет подготовку к расширенному заседанию правительства Республики Казахстан с участием главы государства, который состоится 10 июля. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в ночь на 7 июля в Семее. По информации департамента полиции ВКО, машина вылетела с моста. Водитель автомобиля не справился с рулевым управлением и допустил наезд на перильное металлическое ограждение. В результате ДТП водитель БМВ, мужчина 1987 года рождения, погиб. Пассажирка 1990 года рождения спасена очевидцами происшествия и доставлена в медицинское учреждение. Автомобиль извлечен из реки. За первые два дня поисковыми группами департамента полиции в столице выявлено 15 фактов незаконной торговли лекарственными препаратами. Всего изъято более 4,5 тысяч таблеток, свыше 2 тысяч флаконов и 400 капсул лекарственных средств. 80 градусников, более 26 тысяч масок. По предварительным подсчетам общая сумма изъятого составила свыше 6 миллионов тенге. Департамент полиции столицы просит граждан сообщать о фактах незаконной продажи лекарственных средств. Парижский Лувр вновь приветствует посетителей. Почти 4 месяца музей был закрыт из-за пандемии коронавируса. Подробнее об этом и другом в обзоре международных новостей. Парижский Лувр распахнул свои двери. Желающие прикоснуться к прекрасному должны приобретать билеты онлайн и носить маски. Туристы передвигаются по заранее разработанным маршрутам. В общей сложности для гостей доступны порядка 70% залов, в том числе галереи с наиболее популярными знаковыми предметами культуры и искусства. Кризис, причиной которого стала пандемия коронавирусной инфекции, нанесла бюджету музея ущерб в размере 40 миллионов евро. Руководство музея считает, что ближайшие три года в финансовом плане будут тяжелыми. Ливанские таксисты устроили акцию протеста в Бейруте. Сотни водителей подъехали к зданию Министерства внутренних дел страны. Они возмущались резким падением национальной валюты и ростом цен. Манифестанты требовали увеличить плату за проезд и освободить таксистов от дорожного налога. В стране выросли цены на хлеб и другие продукты, а также на горюче-смазочные материалы. Несколько дней назад на призыв оппозиции выступить против правительства и призвать его к отставке откликнулось множество жителей столицы. Игрок в американский футбол Патрик Махомс заключил крупнейшее в истории соглашение. На официальном сайте НФЛ сообщается, что 24-летний спортсмен продлил контракт с командой Канзас-Сити на 10 лет и заработает 503 миллиона долларов. Напомним, в прошлом году клуб Канзас-Сити стал чемпионом НФЛ. По итогам финальной встречи Махомс был признан самым ценным игроком. Обзор зарубежных новостей подготовил Ануара Мангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова